Всем привет, вы на канале Криптокомментс и наконец-то YouTube снял с меня страйк. Неделю назад был халвинг и я провел лайв стрим большой шестичасовой. Спасибо всем, кто участвовал. Было очень клево, мы разыграли немножко крипты, потрейдили. Но фишка в том, что YouTube забанил вот этот вот стрим, big halving стрим мы проводили. Видите, вот он removed, times and policies. Короче, его сразу же забанили прямо в день халвинга. И я получил страйк, предупреждение на канал, что неделю не мог ничего постить. В связи с этим я все три стрима, которые мы провели, я их убрал в приват, то есть вы по ссылке их можете видеть еще из чата, из telegram. Кто хочет, если их посмотреть, то вот. Но и на всякий случай их убрал, потому что, сами понимаете, дело такое. YouTube сейчас больше всего банит, насколько я знаю, криптоконтент именно по лайв стримам. Поэтому и Ivan on Tech перешел на свой сайт. И я думаю тоже, что мы пока стримы делать не будем. Либо, если будем, то, возможно, будем делать их на твиче. Ну и переходим к основной части видео. Собственно, рад с вами поделиться своим мнением по рынку. Ну, что, смотрите, все отстреливает, все зеленеет. Да, и я хочу сегодня с вами поделиться очень грамотным анализом от голландского чувака с канала Team Underground. Поэтому досмотрите это видео до конца, а пока поделюсь с вами своим видением рынка. Ну, поехали. Реально, вот мы смотрим, у нас было 7 недельных свечей зеленые, одна красная. И сейчас, по идее, почему бы не еще они 7 свечей зеленые, как вот это было вот здесь, допустим. Много где вот здесь вот был ранее. Будем смотреть, короче, аккуратно, конечно, действовать, потому что сейчас впрыгивать на всю котлету по морже опасно, но, возможно, это риск будет оправдан, если выставить грамотно стоп-лоссы. Я вот полонговал здесь немножко, сейчас пока вышел, но думаю, что зря, наверное, вышел, как обычно. Боюсь уже лонговать, и это хороший сигнал, на самом деле, на лонг. Вот, опять же, у нас MACD, смотрите, недельная только развернулась, Golden Cross нас ждет. Так что, в принципе, риск оправдан. Ну и плюс чаты все медвежьи наглухо. Чат Чаус, чат медвежий, все шортят. Там все пишут, что как раз все быки, типа, все за лонг, поэтому они шортят. Ну, молодцы ребята, конечно, но, знаете, что-то как-то... Я так читаю чат и вижу, что все как раз, на самом деле, медведи. Все шортят. И, смотрите, сейчас все ждут капитуляцию майнеров, да, мол, типа, должны вытрясти еще всех майнеров с рынка. Так я вам скажу, что, по индикатору Hash Ribbons в предыдущих моих видео, вы можете посмотреть, у нас капитуляция майнеров уже прошла вот здесь вот, на вот этом жестком дампе иррациональном. Капитуляция майнеров прошла. И тем более после халвинга, как вы понимаете, да, у них и так, и так вдвое сократилась добыча, то есть они и так сейчас многие в минусе, как бы уже. Поэтому ждать резкого, сильного падения курса, глупо, на мой взгляд. Я думаю, что нас сейчас ждет следующее, что будет как раз катализатором для бычьего рынка нового, это капитуляция шортистов. Потому что, реально, смотрите, все эти деривативы, фьючерсы, вот все эти два-три года, что биток падал, создалось кучу бирж всяких типов, битмекса, потом байбита, фемикса, там дерибита. Ну, понятно, бинанс фьючерс, те же самые банановые фьючерсы. Соответственно, людей что учили? Учили зарабатывать, ну, типа, в обе стороны, и в лонг, и в шорт. Но на самом-то деле имелось в виду что, что не только купить актив в лонг, а еще можете зарабатывать в шорт. То есть подсознательно всех учили зарабатывать на шорте. И сейчас вот реально мое личное мнение, это не финансовый совет, дисклеймер, но, слушайте, всех научили шортить. Вот они все строят уровни, видите, выше 10 там не пойдем, выше там 11 не пойдем, выше это. Вот даже у нас в чате сегодня написал, бро, что Джон шортанул 9.830, думаю, биток пока не готов пересекать 10к. На каких основаниях-то он не готов? То есть, не, бро, если ты шортишь, сейчас скальпишь, то вот 9.830, не вопрос, сейчас цена 9.730, то есть ты уже можешь закрыться в плюсе на 100 пунктов. Но глобально, еще раз повторюсь, все, мы уже три года падали, всех научили шортить. Вот и все. Поэтому я лично жду в логарифме, что мы будем расти, потому что расти-то есть куда битку еще. По модели сток туфлоу, еще раз говорю, это 100к туфлоу, как бы мемчик-то чисто русскийист поймут, только русскоязычные его поймут. 100к туфлоу, поэтому вот, поэтому что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, что смотрите. Только реально подписывайтесь на канал, реально ставьте лайки, потому что сейчас видите, что с YouTube происходит. И не забывайте подписываться на бэкап-канал, и вот у нас тут все, в toplink.cc.cryptocommets переходите. Я, наверное, ссылки тоже уберу, все нахрен записания, потому что, ну, блин, палево, YouTube что-то жестит. Поэтому перетыкивайте вот сюда, toplink.cc, здесь все ссылочки проверены, никакого скамов, все работает. Наш канал, наш телеграм-чат, наш бэкап-канал на Кост.ТВ, все биржи, которыми сам пользуюсь. Вот. Да, кстати, еще из новостей. На Femex появилось Spot Trading, то есть обычная торговля, не маржинальная. Соответственно, там новая фишка – нулевые комиссии за торги, то есть не фьючерсы, а за Spot Trading, нулевые комиссии. Вы подключайте, я уже вот подключил. Подключайте, короче, себе бесплатно ее на неделю, а потом, если хотите этим пользоваться, 10 долларов в месяц стоит, и у вас нулевые комиссии на все торги. Вот, соответственно, у них есть, вот, сейчас есть биток, эфир и рипл и линк, но я думаю, скоро они добавят еще много монет, то есть можно торговать их к доллару, к USDT, и USDT, соответственно, заводить на биржу, и ими торговать нулевыми комиссиями. Вот такая фича. На Bybit тоже ввели новую фишечку, правда, пока только на инверсивный контракт BTC USD, но, в общем, там появилась страховка. Что это значит, подробно я оставлю ссылочку на видео в описании. Ну, грубо говоря, вы можете захеджировать свою позицию. Ну, вот, допустим, сейчас я тестовую открою там на 100 контрактов. Вот, допустим, тестовую позицию открываем, лонг на 100 контрактов, и вот мы видим, что здесь появилась новая кнопочка Buy Insurance – купить страховку. И что это значит? То есть вы можете на нее нажать, и тут появится такое окошечко. Вы можете перевести часть средств с трейдинг-аккаунта на insurance аккаунт, да, на страховой аккаунт, и, соответственно, у вас позиция автоматически захеджируется, то есть от цены ликвидации. Грубо говоря, если вас дойдет до цены ликвидации, то робот сам, короче, все перехеджирует так, чтобы вас не ликвиднуло, если в двух словах. Если в трех словах, то я оставлю ссылочку на их видео официальное на русском описании, можете посмотреть, ознакомиться. В принципе, тема интересная достаточно. Ну, а так, кстати, лонг вот я открыл. В принципе, неплохо он пошел сразу. Накинуть, что ли, на него? Ну, это лонг без плеча даже. Вот, ну, что еще можно сказать? Да все, наверное. Все, ладно, надо переводить чувака. Биткоин собирается нарисовать голден кросс, золотое сечение на дневном таймфрейме. И я хочу вам рассказать, чуваки, почему это не фейкаут, не ложный голден кросс, а настоящий. И это потенциально будет индикатором к массивному большому движению наверх в ближайшие два месяца. Поэтому, если вы еще не купили биток или не находитесь в лонг позиции, то наверняка вы найдете что-то интересное в этом видео, поэтому смотрите внимательно. Перевел с канала Team Underground, специально для CryptoCommons. В общем, вот, смотрите. Вот у нас есть сильный уровень сопротивления, район 10 тысяч. Вот мы уже три раза к нему подбирались. И сейчас движение во флете вполне нормальное. Если биток продолжит его какие-то недели, то это будет, в принципе, нормально. Это будет очень даже бычий знак. Потому что, как мы видим, биток каждый раз от этого уровня отбивался очень сильной коррекцией. Так что это вполне нормально, если сейчас он немного зафлетит. Это значит, что биток готов к прорыву наверх. И, как я уже сказал в интро, биток собирается сделать голден кросс. И я верю, что вот это будет не фейк-аут голден кросс, а настоящий. Если вы не знаете, что такое фейк-аут и нормальный голден кросс, то вот, смотрите. Вот это был правильный голден кросс, после него мы выросли достаточно сильно. А потом у нас был деск-кросс и был фейковый голден кросс, после которого биток упал вниз сильно. Ну вот это и была капитуляция майнеров. Но сейчас я верю в то, что это будет настоящий голден кросс. А причина, по которой я так думаю, она скроется в истории. Давайте посмотрим, как биток начинал свое предыдущее битчай ралли. Далеко-далеко, в 2015 году. Мы видели что-то очень потенциально похожее на то, что видим сейчас. То есть биток сначала сделал фейковый голден кросс, все начали лонговать, после этого он упал, сделал фейк-аут деск-кросс, чтобы подтвердить всем, что он падает. И после этого он сделал уже второй правильный голден кросс, после которого началось настоящее битчай ралли. И вы видите, что дальше произошло. И потенциально, посмотрите на похожести. То есть один фейковый голден кросс, один фейковый деск-кросс и вот настоящий голден кросс, после которого началось сумасшедшее ралли наверх на 20 иксов, даже больше. Поэтому смотрите, сейчас очень похожий сценарий происходит. Вот у нас фейковый голден кросс, фейковый на самом деле деск-кросс, то есть это капитуляция майнеров. И сейчас похоже на то, что формируется настоящий голден кросс. Поэтому это выглядит очень потрясающе, великолепно. Вот, поэтому да, не забывайте ставьте лайк, подписываться на канал и на мой, и на канал Team Underground. Ну и теперь у вас возникает вопрос, окей, когда я должен продать, когда купить? И смотрите, какой расклад. Вот здесь по графику недельных свечей мы видим, что биток уже 7 недель подряд показывал рост на недельном таймфрейме. То есть не видно даже всех этих маленьких коррекций, которые происходили. И видите, как было в истории до этого? Похожий паттерн был. Биток поставил 7 зеленых свечей, после этого была одна недельная красная свеча, доджи. Эта красная свеча, это потенциальная коррекция, но после нее сразу же началось массивное движение наверх. И биток нарисовал еще 7 зеленых недельных свечей. И вот вы видите, что произошло. И потом он продолжил движение наверх, перед тем, как найти свою локальную вершину. Так что сейчас вы видите биткоин в очень-очень сильном аптренде. И если это параболический буллмаркет, параболический бычий рынок, то биток опять похожую штуку рисует. Вот он может опять нарисовать так же легко 7 бычьих свечек. И, соответственно, прорыв наверх в зону 13-15 тысяч долларов в ближайшие недели. Вполне реально. Вот это очень-очень сравнимо с тем, что биток делал раньше, как вы видите, из графика. Если вы думаете сейчас о покупке биткоина, как я сказал, я не даю финансовых советов, но это выглядит очень-очень экстремально бычьей для меня. Но на очень краткосрочном таймфрейме, это вчерашнее видео, если что, уже все изменилось, ребята, биток уже отрос, то мы видим, что биток рисует коррекцию небольшую, и, возможно, этот флэт продолжится, возможно, будут еще небольшие коррекции, то есть, залетать на больших плечах не советую, потому что могут всех побрить. Но грамотный риск-менеджмент с ведрами или со стопами всегда приветствуется, если вы не хотите пропустить это ралли. Вот, да, это выглядит как коррекция вниз, он говорил. Я, на самом деле, вчера эту коррекцию поймал, слонголнул чуть-чуть. Ну, вот он рисует, что она могла быть ниже, видите, я сейчас уже так на ускоренном его смотрю. В общем, в целом, вот такой вот анализ, вы поняли, да, наверное, суть вещей. То есть, опять же, говоря про халвинг, и повторюсь, что капитуляция майнеров уже случилась, а капитуляция шортистов только впереди, потому что всех уже, как я сказал, учили шортить. Вот, поэтому, ребята, еще раз вам скажу, делайте сами свой ресерч, свои выводы, но, по-моему, все выглядит очень по-быче. Но, опять же, еще раз повторюсь, будьте аккуратны, потому что всех могут побрить. Но мое личное убеждение, что побреют все-таки шортистов в этот раз, потому что уж больно, что-то они настроены по-медвежьей. Поэтому вот так вот, что, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Сто стримами пока повременим, с розыгрышами тоже, но буду держать вас в курсе следующих видосов. Вот, с вами был Фла-Ла-Ла, всего хорошего профита, на связи, бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok